Давай тогда начну я. Я Сергей Гудков, психотерапевт, семейный консультант. И ты? Я провожу дыхательные и телесные практики, соматика, релиз по выпуску из тела разных травм, стресса и каких-то застоявшихся проблем, помогая человеку перегрузить нервную систему. Да, но зовут тебя как? Скажи нашим слушателям. Я Алина Майбарда, я живу в США, на берегу Джерси. Отлично, отлично. Ну да, я уже говорил, что я Сергей Гудков. В данный момент я нахожусь на берегу Сыкуля. У меня из окна видно море, а у тебя? У меня из окна моря не видно, но я на море каждый день с утра катаюсь, вечером катаюсь на доске. Отлично, отлично. Ну что ж, давай тогда перейдём к нашему эфиру, который мы планировали. У него даже название такое провокационное. Есть, по крайней мере, в России известная песня «Я простила, я простила его опять, опять, опять». Как намаялась с тобой моя попытка номер 5. И даже название эфира такое «Я простила тебя опять, опять, опять». То есть сегодня мы обсуждаем отношения, в которые люди неоднократно возвращаются. У меня даже такие клиенты есть. Хотя прекрасно всё знают, переживают неоднократно один и тот же негативный опыт. Но почему это происходит? Это раз. И второй момент, что с этим делать? Мы будем сегодня давать какие-нибудь практические решения? Я думаю, как по времени у нас пойдёт. Но это, мне кажется, очень интересная тема и нужная. Как помочь себе выйти с отношениями и не возвращаться? Мне очень самой интересно это послушать. Да, окей. Хорошо. Хорошо. Значит, против практики ты не возражаешь? Отлично. Отлично. Ну что ж, тогда мы пойдём по плану. План у нас такой. У нас примерно 30-40 минут, но до часа. До часа, чтобы разобрать несколько вопросов. И я обещаю, что если всё у нас будет в порядке с эфиром, то я дам несколько техник, которые можно делать как домашнее задание, чтобы решить те или иные вопросы. Ну, поехали. Первый вопрос номер один. Первый вопрос – это почему бывшие иногда возвращаются так? Кажется, чего им не сидится? Ну вот уже закончили, расстались, всё проговорили. Или иногда бывает, что не проговорили, но вроде бы я дала понять, что всё закончено, он везде в чёрных списках не может ни дозвониться, ни написать. Да, ну вот тут раз и появляется. Причём с разной степенью настойчивости. Почему не появляется, да? Вот интересный вопрос. Жаль, что прошлый эфир наш с тобой не сохранился. Там мы разбирали, что некоторые отличия в том, как думают мужчины и как женщины есть. Вот это тоже одно из отличий того, почему мужчины склонны возвращаться периодически. Потому что у мужчин несколько другое восприятие. Как это у женщин есть? Вот если у женщины есть мужчина, вот есть какие-то отношения сейчас, то, как правило, у женщины что? Есть ли кто-то ещё? Я потерялась. Ты имеешь в виду после расставания, если у мужчины кто-то есть? Нет, нет, нет. Давай начнём с женщины. Ну вот, допустим, у женщины есть текущее отношение, есть мужчина, с которым она находится в отношениях. Чем занято её внимание? Ну, женщины очень часто фокусируются на мужчине. Да, да. Есть ли там другие мужчины в это время? Как правило, есть разные женщины, но мне кажется, большинство из моих знакомых, они полностью уходят в отношения и фокусируются на мужчине. Да, да, да. Я, кстати, забыл спросить, меня хорошо слышно, да? Да, хорошо слышно. Просто иногда такие паузы, и я думаю, а вдруг ты говоришь, а я не слышу ничего. Нет, я иногда даю время подумать. Тебя тоже видно и слышно хорошо. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже видно и слышно хорошо. Да. Если женщина находится в отношениях, вот есть она, есть мужчина, есть эта связь и всё. Во внимании женщины чаще всего нет других мужчин. Что есть один мужчина и всё, и другим там нет места. Там могут быть друзья, не знаю, одноклассники, коллеги и так далее, но именно как мужчина для отношений, всё. Как бы места нет. Место занято. У мужчин это не так. У мужчины могут быть прекрасные текущие отношения, во внимании его женщина, но где-то там хотя бы на периферии есть прошлые, если были отношения. Они всё равно есть как-то. Он на автомате считает их своими. Они у него есть как-то. Как бы вот они у него лежат, там, не знаю, такая коробочка. Там лежат запасные женщины. Ну, лежат, есть. И поэтому он на автомате считает, что они его. Типа, ну, она же была со мной, значит, она моя, всё. Вопросов нет никаких. Очень интересный факт. Спасибо. Это не означает, что он будет пытаться поддерживать со всеми отношениями, хотя некоторые мужчины умудряются, что там... В этом городе жена, и в этом городе жена, и в этом городе жена, да? Мужчины бывают разные. Но хотя бы изначально, это, наверное, какая-то биологическая прошивка, у мужчины есть особенность воспринимать всех своих бывших как текущих в какой-то степени. То есть они сами могут обманываться на этот счёт, что когда-то были отношения, значит, всё, она моя. Она может быть замужем, у неё может быть друг. И для некоторых мужчин это тяжело признать, что ничего себе, у неё кто-то появился, она нашла кого-то лучше меня, как это может быть? Это странно, нужно, значит, что-то с этим сделать. Ну вот, то есть у них это восприятие, что мы были в отношениях, значит, она остаётся моей, несмотря на то, что я ей не звонил уже два года. А потом что-то случается в текущих отношениях, не знаю, пауза, перерыв, текущие закончились, и он заглядывает в эту коробочку, так, 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 хопа, привет, чё-то у тебя дела, что-то мы с тобой давно не виделись, и начинается. Это просто в особенности мужской психики. Мы говорим про нормальных мужчин, у которых это, ну, как бы, вот такое восприятие. Я не говорю даже теперь про тех, у которых есть какие-то личные дефекты, есть какие-то психотравмы, которые не стремятся компенсировать тем, что «Ага, как это так? Она меня смогла оставить? Не может быть такого. Это я всех первое оставляю. Это она должна по мне плакать, надо что-то доказать». И вот они, значит, пытаются что-то сделать, пытаются вновь и вновь самоутырдиться за чей-то счёт, возвращаются, чтобы что-то там сделать. Я не знаю, вот у меня на одной из консультаций клиентка рассказывала, что он постоянно пытается её убедить, вернуться, и он, типа, такой продвинутый, он вроде тоже работает с психологом, но каждый раз эта попытка бесплодная не заканчивают отношения. Что в этом? Конечно, уязвлённое самолюбие. Как она посмела меня оставить первым? То есть я должен добиться своего, иначе я не чувствую себя спокойно. Вот это уже такие невротические мотивы, по которым мужчины возвращаются, пытаются уговорить женщин, некоторые бывают очень настойчивые, вплоть до криминальных каких-то историй. Но они это делают вот потому, что изначально их восприятие такое. Мужчину иногда трудно убедить, что женщина уже не его, если это слово применимо отношения. Ну вот так. Почему они возвращаются? Потому что мужчины так думают. И с этим да, да, вот это особенность восприятия. И с этим, конечно, связан второй вопрос. А как так получается, что им удаётся зацепить всё-таки? Вроде есть негативный опыт, вроде осознанно решила всё закончить, но вдруг подалась науковора. Как так получается? Потому что мужчина апеллирует к прошлому опыту. И вот это тоже важный момент. Бывает так, очень часто бывает, что люди закончили отношения, но как-то их не проработали. И получается, что отношения где-то там под спутной, как будто бы ещё длятся и тянутся. Я согласна. Возвращаешься в уме и думаешь, я заметила, что я возвращаюсь в уме и думаю, что было... Я прорабатываю их в уме постоянно, а когда они закончены, они даже тебе на ум не приходят. Вот скажи мне такой вопрос. То есть возможно, меня нельзя вернуть в те отношения, о которых я больше не вспоминаю, не думаю, это закончено всё. Они не существуют в моей голове. Те, которые, где что-то как будто не закончилось, но вот такой вопрос будет, как найти то, что не знаю, к чему я всё время возвращаюсь? Какая-то эмоциональная зацепка, видимо, да? Почему я возвращаюсь в отношения? И я знаю, что когда человек начинает апеллировать и пытаться, я начинаю колебаться, я знаю, что мне нельзя, но я начинаю колебаться внутри. Понимаешь, на что я говорю? Да, 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 это как раз связано с этим вопросом. И, кстати, дорогие наши слушатели, если у кого-то есть вопросы, пишите их прямо в эфире, я постараюсь на них ответить, и мы с Алиной постараемся ответить. Но мы идём пока по плану. То есть получается, что даже если в реальности отношений нет, нет встреч, нет звонков, тем более нет физического контакта, ничего, они могут быть внутри. Это некое виртуальное продолжение, когда человек о них думает. А что, если бы тогда вот я вот это, да, а надо было вот это, наверное. А если бы он был всё-таки, да, вот тогда мы могли бы, и работает фантазия. На эти фантазии и образы есть переживания. То есть мы получаем всё равно какой-то эквивалент такой жизни. Виртуальность может заменять реальность в течение лет, иногда десятков лет. И получается, что для психики человека отношения всё равно длятся. И когда есть вот этот стимул извне, мужчина тут появляется, спрашивает, как дела, обращается к каким-то прошлым моментам, это легко опять возобновить. То есть пока отношения не закончены и именно психически для человека, они, значит, длятся и легко снова их зацепить. А как их закончить? Сказать, ну всё, пока мы больше с тобой никогда не видимся, я тебя отпускаю, этого бывает мало. Тут нужны какие-то определённые внутренние действия, чтобы переработать опыт, который был, чтобы его отпустить, чтобы он не длился, чтобы он остался в прошлом. И именно с этим связаны сомнения. Следующий пункт, который мы говорим, почему вот всё время в себе сомневаюсь, а может быть надо было, а вдруг всё-таки это хорошие варианты, надо было бы потерпеть, что помогает поддерживаться этим сомнением. есть так называемые предпринятые попытки решения. Что обычно человек делает, когда сомневается? Ну, у тебя есть выбор или туда, или сюда. Что чаще всего в нашей культуре принято делать? Вашей, нашей? Аргументы я, наверное, себе привожу на одну сторону и на другую. И вот это бесконечный диалог какой-то в голове. Это раз, да? А что ещё? Что ещё? Внешние действия какие мы делаем? Когда мы сомневаемся в чём-то. Да, когда мы сомневаемся в чём-то. Не знаем, мы не начинаем что-то новое, потому что мы не закончили старое. Что мы делаем вовне? Вовне. Не внутри, а вовне. Внутри мы делим эти диалоги, там что-то сравниваем, да. А вовне что мы делаем? Ну, мы не начинаем каких-то шагов к новому. Вот у меня лично вот эти сомнения, я сомневаюсь, а надо ли мне начинать что-то, ну, я не пойму, я здесь законлива или нет. Да, да, вот ещё одна предпринята попытка решения, да. Но наиболее типовая, ты про это не говоришь, потому что ты не совсем типовой человек, ты уже немножко проработана, да. Но большинство людей что делают? Они идут к родственникам, к друзьям, не знаю, кому-то ещё, кому-то не доверяют и начинают об этом разговаривать. Слушай, а вот у меня такая ситуация, что бы ты сделал? В мужской среде это бывает принято. Приходи, у меня есть коньяк, лимон, да, нужно перетереть кое-что за жизнь. Приходи. И начинается, вот знаешь, такая тема, да ты чё, да, вот так. Получается, что мы начинаем разговаривать о проблеме, и вот здесь очень важный момент. У нас есть сомнения, поэтому мы хотим получить ответ извне, чтобы наше сомнение развеять, мы об этом разговариваем, вроде бы получаем ответ, но очень быстро вот это действие превращается в свою противоположность. То есть, если в начале было, у меня сомнения, и поэтому я разговариваю с кем-то эту тему обсуждаю, чтобы найти ответ, то очень быстро это становится тем, что как только я об этом разговариваю, это подтверждает то, что я сам сомневаюсь. Потому что, если бы я не сомневался или не сомневался, какого чёрта я бы об этом говорил с кем-то ещё? И следующее, что из этого вытекает, чем больше разговоров, тем больше сомнений. Потому что каждый раз мы получаем разные ответы, мы начинаем снова думать, нет, надо бы ещё получить что-то дополнительное, достоверение. И каждый следующий разговор эти сомнения раздуваются, раздувают и раздувают. Поэтому же, в принципе, чем больше я говорю, тем больше сомневаюсь. Да, наверное, так и есть. Я пришла к выводу, что чем больше говорю, тем не запутаннее. Я просто в конечном итоге пришла к выводу, что лучше вообще ни с кем ничего не обсуждать, а принимать свои решения и свои ошибки делать. В крайней мере, это быстрее. Так будет быстрее, доходчивее, да. То есть получается, что разговоры точно так же действуют в поиске информации, когда это бесконечное перелопачивание интернета, всяких видео, статей, форумы, какие-то каналы, подписки и так далее, так далее. Что же скажет это, что же скажет это, это действует по этому же механизму. Ну и тот механизм, о котором ты говоришь, да, что тогда я откладываю какие-то новые действия, новые проекты. И это подтверждает для меня, что то, что сейчас у меня есть внутри, хотя бы в моей психической реальности, это актуально. То есть это те действия, которые поддерживают и усиливают сомнения. Соответственно, чтобы этих сомнений было меньше, что нам нужно сделать? Нужно все эти действия пресечь, понимая, как действуют разговоры, поиски информации, откладывание чего-то, хотя бы понимая. Мы начинаем создавать негативное отношение к этим попыткам и решения, и это будет то, что будет сводить это все к нулю. Сейчас мы с вами советуем. Да. Ну и еще один момент, который связан с обществом. Нас воспитывают так, что некоторые наши качества мы начинаем подавлять, а некоторые качества, которые, может быть, были нам не присущи или присущи не в такой степени, нас стараются развить. И с точки зрения общества, какие участники более полезны, более комфортны, более приятны? Конечно, те, которые такие более, ну, в кавычках, хорошие, уступчивые, добрые, такие миролюбивые, покладистые, с которыми можно договориться. И есть еще такой элемент социального гипноза. Что, ну да, вроде бы нехорошо отказывать, ну ладно, я там дам тебе еще шанс, я соглашусь, ну надо бы потерпеть немножечко, ну а вдруг, ну как бы, а если я ему скажу нет, сразу так резко, это же будет нехорошо, надо как-то вот, ну, и получается, что вот эта доброта, она исходит из неких социальных установок, она идет за свой счет, и человеку это вредит, человек придерживается вот этих социальных правил и норм и страдает в результате. Это в Америке очень сильно развито, ты не можешь, ну, закончить вот так, как могут закончить в России, ты должен соблюсти все рамки, ну, своего поведения личного, ты должен сделать это культурно. Ты знаешь, в России на постсоветском пространстве, может быть, могут закончить резко, в некоторых случаях, но как они потом страдают, чувствами, нет, так было нельзя, это было нехорошо, мы же так и не поговорили, не обсудили, да? Может быть, но это, если бы я могла, если бы я могла, вот, ну, быть своим истинным лицом, я бы вообще все жестко закрыла, но я здесь не могу, я как бы пришли, ассимилировать, за средой, я пытаюсь, ну, да, вести себя хорошо, да, изображать себя хорошим, это требование всех культур, всех культур, да, да, вот, и я всегда вспоминаю слова Аркадия Минина, это наш коллега, очень мудрый, прям, с большой буквы мудрый, жаль, что он умер, прям, очень жаль, от ковида умер, прям, внезапно, он как-то говорил, вы знаете, говорит, что, что, такие злобные, неуживчивые, хамовитые люди, которые, не особенно-то считаются с другими, на самом деле живут дольше, и чувствуют себя гораздо комфортнее, чем все остальные, вот, правда жизни, то есть, когда ты подаешься социальному гипнозу, изображаешь себя хорошего, такого, доброго, уступчивого, покладистого, ну, чаще всего ты будешь страдать, да, это тоже важно понимать. Можно я тебе задам вопрос, вот по поводу, да, я пытаюсь закончить дежливые отношения, я внутри преследую такую мысль, сейчас тебе скажу, может это быть актуально для слушателей тоже, я думаю, что если я сейчас как-то резко обрублю или скажу по каким причинам, действительно, я это делаю, то есть, прямо и в лоб, да, потому что ты занят, и ты сделал то-то, то-то, то есть, ну, откровенно, я этого не говорю, потому что, ну, в принципе, люди этого не говорят, я говорю, мне эти отношения не подходят, это не то, что, как бы, ну, не удовлетворять мои нужды там, и давай расстанемся, бла-бла-бла, я не говорю так, как есть, потому что я думаю, это вызовет продолжение диалога, а я хочу его закончить, вот это у меня такое, ну, вот, я не знаю, что лучше, я знаю, что у него будут какие-то ответы, если я ему скажу, как есть, он начнется вот это перепалка, или как это дебат, да, 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 максимально прикрыть под вежливой вот этой рамочкой, вот, да, 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 тут всегда сложность, сложность в том, что, если мы будем объяснять, опять же, объяснение исходит из требований, быть хорошим, что мы должны как-то объяснить, ты не можешь сказать просто так, нет, ты будешь это, нет, а почему ты это не будешь, ну, знаешь ли, у меня на это аллергия, ну, тогда понятно, то есть, каждый раз надо что-то объяснять, нас детство к этому приучает, вместо того, чтобы просто сказать, нет, все, что еще, что еще, кроме нет, зачем нужны другие слова, наоборот, любое объяснение делает твое нет слабее, потому что он дает возможность, возможность контратаковать, ну, потому что ты там бросал носки, и я не могла терпеть, ой, я исправлюсь, я исправлюсь, дай мне только шанс, да, ну, ладно, я не буду бросать носки, я буду бросать что-нибудь другое, ну, что-нибудь я буду бросать, потому что это в моей натуре, да, понимаешь? Да, только еще дополнительные пять лет в топ-хоу. Да, 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 то есть, вот, эти сомнения происходят из нескольких источников, но, по крайней мере, два из них мы назвали. Социальный гипноз, требование быть хорошим, которому тоже предстоит нам противостоять, и наши предпринятые попытки решения, когда мы идем вовне, но это усиливает наши сомнения вместо того, чтобы их гасить, об этом нужно помнить. Угу, надо конструкцию записать. Да, да, но я думаю, что эфир у нас сохранится, поэтому тут все будет. Я надеюсь, раньше так было. Совет сказал, раздавайте. Вот-вот, вопрос, да, вопрос про отношения, если бы измена в браке, есть дети, можно ли простить человека, как это сделать, это удовлетворяет, но эти мысли не отпускает. Вот-вот-вот, очень хороший вопрос, очень хороший вопрос, и давайте мы его отложим на конец эферы. Сейчас мы основную часть, которую мы запланировали, мы выложим. Угу. Я думаю, что мы успеем. И, в связи с этим, следующий вопрос, который у нас так и заложен, помните, там, мы рыбка Дори была, которая ничего не помнила. Вот как противорядие от этого сделать, да, от своей короткой памяти, потому что, тоже от моих клиентов я слышу, ну, вроде бы я помню, да, что вот он и это, и это, и это, а потом раз как-то вот он опаял, я все забыла, потом опять это вылезло. Вот как это, не забывать вот то плохое? И тут важный момент. Если вы сейчас, особенно сейчас, расстались, это означает, что уже были какие-то причины, то, что вам не понравилось, и вы что-то сделали, да, в реальности. Но вспоминать искусственно, то, что было плохо, иногда бывает трудно. Поэтому здесь лучше работает такая штука. Окей, если ты хочешь вернуться, допустим, или он тебя уговаривает вернуться, попробуй представить, вот ты же его знаешь, а что будет, если все продолжится так же, как было до этого? Представить наиболее типовой вариант, не фантазийный, что о нет, мы передоговоримся, там он пройдет замечательную психотерапию. Ну, некоторые мужчины идут на это, меняются, да, есть такие. Есть те, кто не меняется. Представить наиболее такой, вероятный вариант. Что будет, если это будет изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, опять же так, как и было. И там, скорее всего, вот этот негатив будет вылезать. Искусственно вспоминать прошлый негатив, иногда бывает тяжело и трудно. Но как только ты начинаешь думать о будущем, он лезет сам по себе. У меня бывали ситуации, когда клиент там давал похожее задание, и люди говорили, вы знаете, я даже не могу представить себе это будущее, я начинаю об этом думать, у меня там все вскипает, ну к черту, я даже не хочу об этом думать. Вот тебе и ответ. Значит, ты достаточно помнишь плохое, что у тебя даже будущее не представляется, что тебе еще надо. Вот это противоядие. То есть, мы смещаем акцент, не пытаемся из прошлого это опять достать, вспоминать, потому что, может быть, трудно. Кому-то это удается, удается отлично, тогда такого вопроса нет. Но если не удается, подумайте о будущем, о вероятном будущем, прямо в красках, в деталях. И это может вас остановить. Остановить. И тогда возникает вопрос, давай вопрос. Я просто как раз хотела сказать, что можно просто представить, что у тебя каждый день проходит так, как вот негативный опыт. Представить тебе, например, вот это игнорирование или неотвечание на звонки, ты вышел замуж, живешь человеком, который просто пропадает, игнорировался. Ты просто замужем, но мне кажется, это еще хуже ситуация, чем когда ты в отношениях и тебя что-то не устраивает. И когда ты замужем, и это выглядит еще дичи. Дичи. Да-да-да, да-да. Но ты там еще больше связана с этим. Да-да-да. И все это терпишь. То есть это фантазия о будущем. Наиболее вероятна о будущем. Будьте уверены, негатив там прорвется. Если он был в прошлом, оно обязательно там вылезет. И его будет много. Вот это противоядие. И еще один вопрос, который у нас есть. Профилактика будущих неприятностей. Бывает так, что отношения закончились. Но одна из наиболее частых ошибок, наиболее частых вообще типовых ошибок у всех, и мужчин, и женщин, это то, что люди не извлекают какой-то полезный или важный опыт из прошлых отношений, прошлых, позапрошлых. Идут в следующие отношения и совершают похожие ошибки или типовые ошибки. Одни и те же, одни и те же. Что здесь важно сделать? Здесь важно извлечь прошлый опыт. Гудков, у тебя очень хорошо говорите об этом, а как это делается конкретно? Да, вот как? Что именно здесь нужно сделать? Медитировать, раскладывать фотографии с отпусков или еще что-то? Нет, есть хорошая техника, которая называется роман-романов в стратегическом подходе. Это одно из хороших заданий, которые я, мои коллеги, часто даю людям, которые завершили отношения и которым важно вот этот опыт извлечь. Как это делается? Это письменная практика. Письменная практика, которая заключается в том, что человек выделяет регулярно время себе, садится и каждый день понемножку описывает свои отношения, проходясь по наиболее значимым моментам, по наиболее значимым эмоциональным моментам. Какие-то бытовые вещи, что-то эмоционально нейтральное описывать не надо, но наиболее яркое. Причем и позитивное, и негативное нужно описать. И что важно? Мы описываем вот эти события от начала до конца, но порядок описания этих событий обратный. То есть мы начинаем с самого последнего, потом предпоследнее, предпредпоследнее. И так идем потихонечку, добираясь до самого начала. Бывает так, что этот порядок описания нарушается, вылезает что-то вне, вне плана, ничего страшного. Вылезло что-то вне хронологического порядка, описали это, вернулись к обычному порядку. И вот это описание в таком регрессивном варианте, настоящего вглубь, в прошлое, как правило, помогает перевести отношения, которые иногда длятся виртуально, перевести в прошлое и сделать их только опытом, из которого важные уроки вытащены. Что конкретно в самих этих событиях нужно описать? Вот в самих событиях важно описать кратко, кто там был, кто что делал. Иногда бывает так, что события были только с одним человеком. Например, вы шли, и вдруг потянуло какой-то, не знаю, запахом булочки, и вы вспомнили событие, которое ассоциировано с этим запахом, как вы, допустим, с мужчиной где-то встретились первый или второй раз, и там было что-то с этим, и вас опять захлестнули эти эмоции, значит, вот этот эпизод тоже нужно описать. То есть, вы описываете, кто участвовал в эпизоде, вы описываете ситуацию кратко, и самое важное, вы описываете то, что у вас было внутри, то, что вы думали, ну, естественно, то, что вы чувствовали, чувствовали и эмоционально, и телесно. И очень важный момент, У нас всегда есть какая-то инстинктивная часть, которая хочет нам добра, которая, особенно в критической ситуации, подмывает нас или убежать, или спрятаться, или напасть, в конце концов. То есть у нас есть вот этот природный импульс, вот эта дикая животная часть, которая нам орёт, слушай, тут творится какая-то ерунда, надо отсюда сваливать, или нужно драться, защищать себя, иначе будет плохо. Но мы обычно, нет, ну подожди, ну-ка спрячься, не мешай нам. А потом получается, да, как вот эти бедные несчастные женщины, которых всё время лупят мужчины, как вот это Рита Грачёва, да, не просто же так он руки ей отрубил. То есть вот эти импульсы, которые направлены прямо на спасение, мы постоянно подавляем. Так вот, очень важно описать эту третью часть тоже. Что хотел сделать или хотела сделать в тот момент, когда вот это событие было, но в себе вы подавили. Заблокированный импульс к действию. Прямо писать. Иногда я такое задание даю, иногда мне люди говорят, ну знаете, это прям настолько может быть нехорошо, вот я так плохо думал. Я говорю, пишите, вам может какая-то жесть там, как казаться, что вы бы его, например, там не просто бы убили в этот момент, а там на кусочки бы резали, капали бы кислотой, там наблюдали за мучениями. Это фантазия, это ваш импульс, вы же это не сделали, но это важно признать, что вы хотели. Или может быть вы хотели там вскочить, заорать и убежать изо всех сил, там сесть на лодку, переплыть океан, оказаться на другом конце. То есть вы хотели сбежать, у вас был такой импульс. Это то, что ваша инстинктивная природа вам показывала, что нужно драпать оттуда, вам там нехорошо. И каждый раз, когда вы это описываете, вы возвращаете к жизни вот эту свою интуитивную, инстинктивную часть, которая желает вам добра. Желает прежде всего того, чтобы вы выжили и спаслись. Выжили прям как физически буквально, особенно если абьюзивные отношения, так и может быть метафизически, чтобы вы выжили такие, какие вы есть, не искалеченные, не сломанные вот тем, что вас… «Ну кто ты такая? Да ты посмотри, куда ты без меня? Да у тебя же руки вот не оттуда растут, ну на что ты годишься? Ну только я вот так уж и быть тебя приму». Ну знаете же, как это? И человек вырастает, потом сломленный, ну не вырастает, становится и думает, правда, а что я могу, а кто я такой или кто я такая? То есть вот эта часть нас стремится спасти. И когда мы её признаём, мы возвращаем её, мы возвращаем через вот эту практику контакт с ней. Если мы эту работу проводим хорошо, как правило, таких ошибок мы больше не проводим. И что важно здесь? Эту работу важно делать каждый день, ну или почти каждый день, по чуть-чуть. То есть можете вы сегодня писать один или два эпизода каких-то, берёте их, описываете. Другой день можете там два-три, берёте, описываете. Но по чуть-чуть, не надо много. Тоже иногда мне задают вопрос. «Ой, а можно я сяду на выходных с утра до вечера, как пропишу всё подряд?» Нет, здесь важно каждый день давать мозгу этот образец, потому что всё остальное время, когда вы спите, в том числе, ваш мозг работает, он обрабатывает эту информацию по шаблону, и потихонечку-потихонечку вы начинаете отождествляться с прошлым. События уходят дальше, дальше, дальше в прошлое. Вы больше-больше возвращаетесь к себе, к настоящей, к настоящему. Вы начинаете себя лучше как-то понимать, чувствовать. И, по крайней мере, совсем уж дурацкие ошибки, вот те, кто-то такую работу проделывает основательно, больше уже не совершают. Да, это требует времени. Кто-то делает это за... Давай я сейчас договорю вопрос, да? Кого-то на это три-четыре недели уходит, два месяца бывает. Одна из моих клиентов делала это так, по чуть-чуть, у неё ушло восемь месяцев на это. Но она, правда, не каждый день делала. Но все, кто эту технику сделали более-менее, потом признавали, что да, это был значительный прорыв, это изменило моё отношение. Я вам рассказал очень важную такую хорошую штуку, которую вы можете делать. Давай. Вопрос, Алина? Вопрос. Обязательно писать? Или могу ли я на диктофон оговаривать себе? Нет. Вот-вот-вот, хороший вопрос. Могу ли я надиктовать на диктофон? Могу ли я просто об этом подумать? Вот именно писать рукой, как в школе нас учили, писать рукой, это работает лучше всего. Там есть определённые нейрологические механизмы. Я про них сейчас не буду говорить, потому что у нас не так много времени. Но именно рукой, именно на бумаге это работает лучше всего. Хорошо. Хотела по... как это там, по-английски почитить. Я езжу. Во время езжа поговорить с тобой не сработает. Нет, нет, вот это не будет работать. Давай я отвечу на вопрос, и может быть у нас ещё будут вопросы, я отвечу, и мы пойдём дальше. Вот. Есть вопрос про отношения. Были измены в браке, есть дети. Можно ли простить человека? Как это сделать? Сейчас отношения удовлетворяют, но эти мысли не отпускают. Вот хороший вопрос. Хороший вопрос. Здесь по-хорошему должна быть вот такая стратегия. Если есть желание, особенно желание обоюдное, эту тему закрыть, тему закрыть, если сейчас всё в порядке, то женщина может решить, что будет ей компенсация, и прямо об этом сказать мужчине. То есть она должна быть какая-то адекватная, да, не чрезмерная, но и не копеечная, наверное, так. И тогда мужчина делает, и если это адекватная компенсация, обычно на этом всё заканчивается, точка. И на этом нужно разговоры тоже все закончить, разговоры. Если этого нет или об этом невозможно договориться, может быть, опять же, разговоры это то, что будет поддерживать всю эту мыслительную и эмоциональную активность. Может быть, и есть вариант сделать что-то в ответ. Я не имею в виду, что тоже должна изменить, там столько же раз и так далее. Нет. Как правило в отношениях действуют правила обмена. Мы даём туда добро, мы что-то хорошее получаем, обратно добро и что-то хорошее. То же самое с негативом. Мы даём туда негатив, получаем негатив. Ну вот, если добро идёт по восходящей, то негатив лучше делать по нисходящей. То есть вы получили вот этот негатив, вы можете вернуть негатив, но меньше по объёму или по количеству. Как-то так. То есть принцип в такой сладкой месте. У меня как-то была клиентка, она как-то нехорошо очень разошлась с мужем. Он её обделил, оставил совсем без имущества, хотя они там много чего делали вместе. Он переписал всё на мать, но как-то вот прям это. У меня было много переживаний. Она говорит, ну что сделать? Я говорю, ну скорее всего формально вы ничего не сможете сделать, но если вы можете какой-то месть сделать, то это будет каким-то фактором, который многое уравновесит в вашей душе. И она потом рассказала, вы знаете, говорит, он очень любит свои машины, у него их несколько штук, у него есть такой крутой джип. Я, говорит, выследила, где он его поставил. Я знала, где он живёт, но вместе. И, говорит, как-то специально прошла мимо. У меня, говорит, есть такой хороший большой ключ. Я, говорит, ключом прям по борту вот такой вот царапины ему оставил. Я знаю, что он, когда её увидел, это для него прям как ножом по сердцу. Он говорит, мне кажется, машину любят больше, чем людей. И, знаете, говорят, вот у меня раз и всё прям от сердца отлегло. То есть, ну какой-то вот такой иногда даже очень маленький жест помогает всё поставить на место. Ну а если эти мысли потом не прекращаются, то возможно, что у вас есть какой-то элемент навязчивости, и тогда есть смысл эти мысли проработать как-то в письменной форме. Это уже отдельные техники, но это тоже делается. Но первое, да, здесь это вот именно компенсация, либо это позитивная компенсация прям в форме договора, да. Вот так и так, дорогой, я теперь хочу, не знаю, шубу, поездку, кольцо с бриллиантом. Ну что-то для вас адекватное и так, чтобы это было выполнимо. И при его добром желании, если он это делает, это может закончить вот эту историю. Либо тогда какая-то месть со стороны, ну с вашей стороны. Вот, наверное, такие два принципиальных решения. От мужчин вопросов нет в эту сторону, но я скажу, что если бывает обратная ситуация, бывает такое, что изменяет женщина, мужчина сильно любит, хочет простить, женщина не обязана давать никакую компенсацию, как это ни странно. Простила все, и все разговоры об этом должны быть закрыты. Ну вот, на этот вопрос, я надеюсь, хоть немножко мы ответили. Что у нас еще по плану? Можно я спрошу такой вопрос? Вот, может, есть какая-то техника, вот конкретно, да, когда мы расходимся, очень часто проблемой является то, что вроде ты там закончил отношения, начал новую жизнь, но время от времени тебя почему-то... Потому что были какие-то вещи, которые, как вы проживали вместе, есть некоторые триггеры. И ты иногда в уме возвращаешься опять к этому человеку. есть ли какая-то техника, чтобы как бы перезаписывать, чтобы не возвращаться к счастью воспоминаний и начинать вот этот бесконечный диалог? Ну вот, опять, не возвращаться в эти сомнения. Как остановить мысли о бывшем? Как не возвращаться к сомнениям и диалогу? Как, ну вот, технику какую-нибудь? Угу, 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 я понял. Тогда один из вариантов, вот просто так бороться с этим бессмысленно, потому что сама борьба будет провоцировать усиление этих мыслей. Мы используем другой приём. Мы говорим себе, что у нас будет, мы даём себе определённое время, какие-то рамки, границы, когда мы об этом можем думать. И если это очень интенсивные мысли, связанные с эмоциями, то не просто думать, ещё лучше всего их записывать. То есть мы даём определённое время, но всё остальное время мы эти мысли пресекаем и как будто бы отгоняем эти мысли на этот промежуток, что не сейчас, вот именно в это время. То есть лучше всего, чтобы это был как ритуал, что, допустим, 8-15 вечера я хожу в свою комнату, закрываюсь, там всех предупреждаю, что сейчас полчаса меня не трогать, сажусь и специально тогда об этом думаю, там мусолю это, переживаю. И так каждый день. Но всё остальное время, как только эти мысли появляются, мы их пресекаем. Нет, не сейчас. У меня есть специально отведённое время. Сейчас я не буду об этом думать. И тогда этот поток заканчивается. Я придумала себе такую технику, когда у меня приходит в голову, я не знаю, по крайней мере, это работает, чтобы она не продолжалась. Я когда понимаю, что я пришла в магазин, я вспоминаю, как мы ходили вместе в этот магазин, у меня начинается такая тушнота, я думала, опять это, опять это переходит. Я просто стала назвать, я называю имя, и всё. Ну и не разрешаю думать дальше. И, кстати, я заметила, что это работает. Ну, диалог не продолжается. Я называю имя, и иду дальше, и всё. Это как кодовое слово, и пошла. Ну не знаю. Видишь ли, это такая продвинутая техника, когда ты в этом имени собираешь, скорее всего, имя здесь — это целый символ того, что с этим связано, и твоё отношение, что я уже не хочу об этом думать, это раз. И второй элемент здесь, что я позволяю этой мысли быть, но не реагирую на неё. Это как похоже на своеобразную медитацию, что пришла мысль, я за ней наблюдаю. Я знаю, что это мысли. Как пришла, так и уйдёт. Но если я начну с ней взаимодействовать, начну вспоминать, начну вспоминать с этим бороться, начну вспоминать, бороться, пытаться эту борьбу остановить, это выльется в какой-то бесконечный поток. Что да, я об этом сейчас думаю. Ну, я знаю, что эта мысль придёт. Как это, как вот картинка на экране, да, я смотрю, как она медленно проплывает, за ней придёт следующая, она тоже куда-то проплывёт. Что любая мысль проходит, если мы за ней не цепляемся. Ну, вот так. Спасибо большое. Ну что ж. Мне кажется, что мы прошли по плану нашего эфира и на все вопросы ответили, даже больше, чем надо, я так думаю. Мы обсудили сегодня, почему бывшие возвращаются, какие там отличия есть в восприятии мужчин и женщин по отношению к своим прошлым партнёрам, что цепляет нас в отношениях, которые кажутся законченными, хотя на самом деле это бывает не так, что поддерживает сомнение, там два фактора есть, и что с этим делать. Как не упускать плохое, противоядие от плохой памяти. Ну и вообще профилактика будущих неприятностей. Мы сказали прям конкретные рекомендации, как быть, ответили на вопрос про измену, там важна компенсация. Тогда я предлагаю на этом закончить на сегодня. Я разошлю, у меня несколько людей допросили. Если у кого-то будут вопросы, может быть, комментарии, прямо здесь под прямым эфиром пишите, поставьте сердечко, если вам это было полезно. Можете переслать кому-то ещё, кому это будет полезно. Вот. Возможно, у вас будут идеи для следующих эфиров, тоже пишите. Ну что ж, рады были провести этот эфир для вас. Спасибо, что была, помогала, поддерживала. Спасибо всем, кто был на эфире, реагировал. Так что мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо, вижу, там нам посылают смайлики. Смайлики, да. Значит, мы это делали не зря. Всё. Всем хорошего вечера или дня, у кого как. Мы живём в разных местах земного шара. И до новых встреч. До свидания всем. Субтитры сделал DimaTorzok